Дмитрий Гудков с нами уже на связи, российский оппозиционный политик. Дмитрий, здравствуйте. Добрый вечер. Приветствую вас в эфире Фридор. Приветствую вас. Я бы хотел начать как раз вот с очень интересной интерактивной карты. Коллеги-аналитики из изданий подготовили, ЧТД в свою очередь. И они пишут следующее, что так называемые герои СВО убили более 240 россиян. Это минимум с начала полномасштабной войны. Вот, это посчитала Верстка, издание Верстка посчитало. И вот они в первую тройку лидеров назвали Констромскую область, Москву и Московскую область и Ростовскую область. Это ли не, Дмитрий, уже последствия так называемой СВО, а именно освобождение по факту зэков, отправку их на войну. И вот после войны они получают свободу. Не это ли доказательство и вот показатель последствий вот этой войны, которую развязал Путин? Однозначно. Только я бы здесь добавил, что это цветочки по сравнению с тем, что, к сожалению, России предстоит увидеть. Дело в том, что, ну, во-первых, огромное количество людей привыкли к очень таким большим для них гигантским деньгам за убийство людей, соответственно. И когда эти все люди вернутся, и когда они поймут, что они совершенно никому не нужны, как только власть ослабнет, то, конечно, эти люди о себе заявят. И тогда, я думаю, что Россия захлестнет просто волна преступлений. Сейчас это все цветочки. 200 убийств – это много, безусловно, это трагедия. Но если взять там общую статистику, то пока это, в общем-то, в пределах погрешности. Но вот после войны, да, совершенно очевидно, когда десятки и даже сотни тысяч людей, которых государство обязательно бросит, бросит либо на войне, бросит, либо бросит финансировать, то, соответственно, эти люди, которые ничего не умеют, да, как мы знаем, кроме, ну, в основном это люди, которые мало чего умеют, которые выбрались из провинции, то, конечно, они о себе заявят, они будут требовать перераспределения благ в свою пользу. Как это будет происходить? Ну, мы видим, как это происходит. Я думаю, что это будет, ну, достаточно серьезной проблемой, когда все говорят, вот, возвращаются 90-е. Да ничего подобного. Да, в 90-х, безусловно, все это было, но это была худшая часть 90-х. А лучшая часть 90-х – это свободные границы, это бизнес, это конкуренция, это появление каких-то институтов. Здесь же будет все это происходить на фоне разрушения институтов. Никакого бизнеса, да, никакой свободы, никаких открытых границ. Наоборот, это все будет происходить внутри изолированного от всего цивилизованного мира общества. Это, конечно, будет серьезное испытание. Дмитрий, а как на это на все смотрят правоохранительные органы, либо те организации, которые должны безопасностью заниматься ее обеспечением? Слушайте, но наши правоохранительные органы, извините, да, это в основном либо люди, которые зарабатывают деньги или продвигаются по карьерной лестнице, да, либо те, кто и тоже совершает преступления в разной форме, да, коррупция – это тоже преступление. Пытки в тюрьмах – это преступление, репрессии, возбуждение уголовных дел против мирных граждан, когда просто сажают уже людей, обреченных просто на смерть, да, с онкологическими заболеваниями, ну и другими заболеваниями – это тоже преступление. Поэтому, конечно, наверное, люди умные, люди, на которые в органы пришли действительно бороться с преступностью, наверняка беспокоены, да, но в руководстве, как мы понимаем, сидят точно такие же преступники, да, которые, может быть, самостоятельно не совершают своими собственными руками преступления, но отдают преступные приказы, из-за которых погибает намного больше людей. Дмитрий, ну тут же, в свою очередь, возникает следующий момент. А как же тогда Путин способен играть в долгую, если вот такие последствия уже имеются, и они будут еще больше и больше? Особенно в последствии местных штурмов, которые вот прямо в эти минуты происходят со стороны российских оккупантов? Пока у Путина есть деньги, пока Путин не столкнулся с таким фактором, как военное поражение, наверное, я думаю, у него есть запас прочности еще у системы, просто это видно из разных экономических показателей. Вот, а до какой степени терпеть будут российские граждане, мы сейчас не знаем, да, политический фактор, он всегда самый непредсказуемый. А все другие факторы, экономический фактор, да, фактор цены на нефть, все это пока, ну скажем так, работает на Путина. Можете посмотреть, цены на нефть выше, нефть покупают, причем покупают даже, вынуждены покупать и некоторые европейские страны, которые это делают через посредников там в Индии, ну в третьих странах. Вот, то есть, а у Путина какой вариант, да, он может сохранять власть с помощью кнута в основном, да, частично пряников там, но больше он будет кнута раздавать, а не пряников, потому что деньги не безграничны, соответственно, пока удается с помощью силовых структур держать общество в страхе, закручиваются гайки, например, сейчас, может быть, вы обратили внимание, обсуждается новый закон, законопроект, который 100% будет принят, потому что правительство поддержало, это уголовное наказание за критику власти. Ну, за оскорбление, там написано оскорбление, но у нас оскорбление, это выраженное в любой неприличной, по мнению следователя и по мнению суди, в неприличной форме какое-то неуважительное отношение к органам власти. Ну, то есть, вы их раскритиковали, кто-то на вас нажаловался, дальше судебное разбирательство, и судья всегда встанет на сторону чиновника, силовика. Поэтому людей будут сажать даже за малейшую критику. Это делается специально, чтобы держать общество в страхе. Это единственное, что позволяет Путину сегодня удерживать власть. Ну, слушайте, с другой стороны, Кремль пытается, если я все правильно понимаю, формировать некий образ такого вот этого участника СВО, какой-то героический даже, возможно, да, мы видим, как и в школу даже к детям их присылают. А какое тогда, какое сформируется отношение к вот этим людям, которые пришли с этой войны, не спровоцированные, убивали украинцев, а теперь пошли убивать россиян и насиловать? Это крошки с барского стола. Никакой новой элиты из участников СВО не будет. Ну, в лучшем случае, может быть, одного, двоих сделают депутатами Госдумы, чтобы, так сказать, как слонов водить по улицам и показывать, как государство якобы заботится. Да, наверное, будет какой-то блат для поступления в ВУЗы, но поскольку эта война так и не стала для россиян народной, да, эта война все равно власть, так они воспринимают, то мы видим отношение к тем, кто участвовал в СВО. Ну, вспомните, вот, да, по-моему, вы даже показывали, как бывший военнослужащий, так сказать, инвалид, пришел в банк куда-то, его оттуда просто выгнали. Ну, вот это реальное отношение в обществе к участникам специальной военной операции, так называемой. И, конечно, никакая власть никого никуда вверх вести не будет. Социальный лифт будет работать там, ну, для избранных, для единиц. Ну, то есть там 10 человек куда-то продвинутся, а сотни тысяч, они, особенно инвалиды, да, они останутся совершенно никому не нужными. И это как раз, поскольку люди привыкли к большим деньгам, им там миллионы раздавали, то дальше они, я думаю, о себе как-то заявят криминальным способом, скорее всего. В свою очередь сейчас мы все являемся свидетелями заседания ООН, где уже и выступил президент Зеленский, и выступают мировые лидеры. И параллельно с этим, вот прямо в эти минуты, пока мы с вами общаемся, Путин проводит совещание по ядерному сдерживанию. Его прямая цитата. «Использование ядерных сил – это крайняя мера защиты, суверенитета страны». Буквально полчаса назад Лавров в зале заседания ООН заявил о том, что нарушение и разрешение Украине бить вглубь территории Российской Федерации – это прямое участие стран НАТО в этой войне. Говорит, вот эти месседжи говорят о том, что Путин продолжает информационное запугивание абсолютно всего мира. На площадке ООН Лавров угрожает всем, что если вы дадите больше оружия Украине, вы будете виноваты. И в эти же минуты Путин угрожает ядерным оружием в очередной раз. Однозначно. Ну, это же ведь работало. И Путин, конечно, ядерный шантаж, который, по сути, последний его инструмент в борьбе с Западом, потому что он только может угрожать именно ядерным оружием, потому что конвенциальным способом он никакую войну выиграть не может уже. А он этим инструментом будет пользоваться. Другое дело, насколько ему удастся запугать в очередной раз. Дело в том, что и Курская, ведь ситуация в Курской области показала, что нету декларируемых красных линий. То есть они какие-то, может быть, в голове у него есть, но то, что он заявляет, это всегда не соответствует действительности. Потому что когда-то он сказал, любое нападение на территорию России, ну, по сути, приводит в действие доктрину безопасности Российской Федерации. Это, значит, оставляет право применить ядерное оружие. Но этого не было применено. Соответственно, конечно, запугивание, шантаж, это будет на протяжении, я думаю, еще многих месяцев главным оружием Путина. Вот, Дмитрий, только мы с вами затронули эту тему, и прямо сейчас пропагандистское издание Реа Новости цитирует Путина. Я зачитаю. Россия оставляет за собой право применить ядерное оружие при агрессии, в том числе, если противник, используя обычное оружие, создает критическую угрозу, заявил Путин. Ну, в очередной раз говорит о том, что Путин опять крайним мерам прибегает, когда не может перед своими же людьми, перед россиянами отчитаться за успехи на так называемое СВО. Где же та красная линия, после которой Путин, возможно, может применить ядерное оружие против какой-либо страны? Кто же знает. Где смерть Кащея? В яйце? А где это яйцо? Где эта игла? Мы не знаем. Но я предполагаю, что красная линия для Путина это та линия, за которой Путин теряет власть. Когда и кем она будет начерчена, никто не знает. И у меня такое ощущение, что мы все ждем каких-то черных лебедей в виде серьезных, каких-то глобальных инцидентов, процессов. Типа военное поражение, падение цен на нефть, еще что-то. У меня такое ощущение, что может произойти что-то такое незначительное, как, например, развод Бакальчуков в результате имущественного конфликта вокруг Вайлберис, когда, по сути, там национальный конфликт разгорается между чеченцами и ангушами. Вот что-то такое может неожиданно выстрелить. То есть выстрелить там, где мы не ждем просто. И это может, так сказать, положить систему, как карточный домик. Все повалится. Вот у меня ощущение, что прилетит оттуда, откуда Путин точно не ждет. В свою очередь дальше следим за этой всей информацией, потому что тут несется по всем телеграм-каналам та и заявления Путина очередные. Видимо, все-таки страх у Путина есть, если видит такую коалицию и продолжение поддержки Украины. Будем следить за этим всем. И с вами, Дмитрий, в том числе, будем это все обсуждать. Дмитрий Гудков, российский оппозиционный политик, с нами был на прямой связи. Если в вашей стране заблокирован доступ к видеосервисам, в том числе YouTube, прямой эфир телеканала Freedom круглосуточно доступен на нашем сайте. Чтобы получить доступ к нему через VPN, введите в поисковой строке вашего браузера «Скачать VPN» и установите приложение согласно инструкции. Таким образом, вы получите доступ к открытому просмотру эфира нашего телеканала. Также на сайте Freedom. Самая оперативная и объективная информация в открытом доступе.